здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился а у нас сегодня прекрасный день 20 градусов тепла и мы все раздеты и ходим гуляем что я делала сейчас я сейчас занималась маклюрой вот она маклюра я про нее рассказывала кому интересно внизу будет ссылочка там подробное описание но меня просили рецепт никакого рецепта нет мы наливаем мы берем разрезаем сейчас я вам покажу я постоянно взбалтываю и вот сейчас свою настойку и думаю покажу вам а это я оставила для вот такими вот кусками я нарезаю на терку не тру руки должны быть в перчатках потому что очень очень клейкое растение очень клейкая все должны быть такие у вас приборы которые вам уже не нужны и так я вот так вот нарезаю дольками плотно-плотно укладываю заливаю спиртом или водкой вот 40 градусов либо 50 и закрываю плотно крышкой после того как я закрыла мы взболтали и так будем взбалтывать каждый день от 4 до 6 месяцев все наша настойка готова друзья мои для чего она внизу есть ссылочка вы можете подробно узнать но я вам напомню я напомню вам обязательно вот тут вот я поставлю кстати хочу показать вам цветочки у меня сейчас вот такие цветы вот такие у меня цветы сейчас цветут во все во все во все ну разные разные и жимолость меня порадовала ноябрь месяц жимолость так цветет хорошо просто диву даешься и запах этот жимолости возвращает тебя в июнь в июне она у меня тоже цветет и так дорогие мои кто со мной уже давно но а кто только что присоединился к нам для чего нужна эта настойка эта настойка она уникальная и вы знаете я потом когда она настаивается она превращается вот в такой цвет цвет чая крепкого чая и я ее разливаю вот по таким бутылочкам процеживаю и разливаю ни в коем случае не выбрасывайте кашицу плоды которые у вас там останутся отожмите их и сделайте из них примочки и компрессы для чего я вам скажу а во первых когда вы делаете эту настойку необходимо брать только созревшие плоды это октябрь и ноябрь месяц чем дольше настаивают средства тем сильнее его лечебные свойства это второй секрет третий секрет нету срока годности когда вы процедили через шесть месяцев разлили по бутылочкам то у вас может храниться от пяти а в некоторых источниках которые я перевела до десяти лет я беру информацию только с сайтов врачей фитотерапевтов например дон колберт там девочки мне писали это врач там немецкий он переехал в америку нет я говорю о другом то что вы мне ссылочку сделали пожалуйста не делайте мне ссылочку у меня есть книга я слежу за его публикациями это дон колл колл это как по-английски переводится уголь колберт вот его такая фамилия они как вы написали и вот у него в публикации написано что даже аж до 10 лет дальше можно делать настойку и на водки и на спирту именно при взаимодействии со спиртом усиливается антиоксидантная сосуда укрепляющая антисклеротическое противовоспалительное действие этого уникального растения со временем когда плоды выпустят сок концентрация спирта понизится я хочу чтобы вы это знали примерно на 10 градусов во время настаивания емкость все емкости ваши они должны быть очень плотно закрыты чтобы не было доступа воздуха и процесса окисления плодов при процеживании жмых ни в коем случае повторяю не выбрасывайте на основе жмыха мы будем готовить лечебные масляные вытяжки это будет немножко позже а также мы с вами будем делать лосьоны это уникальнейший и тоники вы скажете спирт нельзя послушайте во первых спирт концентрация уменьшается во вторых мы будем разводить с великолепными травяными сборами у вас будет не личико а как я не знаю картинка глянцевая куколка плоды всегда помойте как я вам показала порежьте доверху заложите в стеклянную банку и залейте пищевым спиртом либо водкой настаивайте 6 месяцев все ваш продукт готов теперь некоторые хотят на терке потереть и положить я вам не советую потому что вся ваша терка будет в клею все руки ваши будут в клею дозировку и курс лечения назначает вам фитотерапевт но дорогие мои у нас открою вам секрет нету таких фитотерапевтов я перекопала все которые очень хорошо изучили маклюру и все публикации и исследования сделанные оксфордским университетом то что я вычитала в публикациях оксфордского университета нет в вообще нигде теперь опыт мой опыт показал то что очень эффективно действует на меж на соединительные места например локти колени растираем и лодыжки также запястья вот эти все места я растираю пальчики все я также делаю массажи при помощи этой настойки и все воспаления у меня уходят и делаю лосьоны для лица изумительно от капиллярной сетки после 30 после 40 после 50 у девчонок появляется вот это вот капиллярная сетка и лицо такое становится красная кстати очень часто это происходит из-за давления а это растение замечательно для тех у кого повышенное давление а очень часто не из-за давления девочки а из-за курения это сто процентов ваше лицо поразиться капиллярной сеткой кто курит девочки возьмите на заметку вы очень быстро ощутите на себе дискомфорт особенно в 40 лет уже у вас личка будет не совсем красивая и еще у кого есть пристрастие к алкоголю кто в неделю хотя бы раз употребляет алкоголь это человек тоже рискует иметь сеточку на лице капиллярную еще для чего нужна это настойка это средство помогает восстанавливать хрящики естественно вы кушаете специальную пищу для восстановления коллагенной хрящевой ткани но вы растираете вот этим средством благодаря тому что входит в состав этого растения то поэтому вы и начинаете выздоравливать нужно как внутренне так и внешне себя спасать вы спросите а какие противопоказания ну конечно же это ж токсичное растение и нельзя при беременности лактация в детском возрасте но вы же не во внутрь принимаете вы же сверху и причем мы уже сделали лекарство само растение вы же не будете на себя натирать и ходить как клей чтобы мухи к вам приклеивались мы используем как противоопухолевая как рассасывающие как если даже мастопатия даже фиброма фибромиома вернее миома матки там я не знаю полипы принимают не принимают а накладывают у кого псориаз экзема дерматит всякие поражения даже ушибы обрабатывают даже ранки этим ну и втираем в суставы даже у кого гайморит девочки хотела сказать при гайморите и воспаление аденоидов в носовые ходы закладывают тампоны с экстрактом растения с экстрактом и запишите полифенолы полифенолы которые находятся в млечном соке они способствуют укреплять сосуды а и капилляры вот они нам нужны это изумительное средство при нарушениях кровоснабжения варикоза геморроя атеросклероза тромбоза и снижение тонуса веносной сетки хрупкости капилляров и повышенном давлении для стимуляции сердечной деятельности также используют я не но естественно там жирные эфирные кислоты лимонная кислота тритерпеновые спирты и стерины пектины сахара сапонина флавоноиды масса витамин о которых я говорила раньше возвращаться к этому я не буду просто вы знаете что вашей аптечке обязательно должна быть вот одна такая бутылочка такого уникального средства и срок хранения не ограничен а польза максимальная любая ранка любые вывихи любые если припухлость вот вам вставил на место ножку врач но не дай господь если вывих и у вас припухлость вот это лекарство которое будет вам рассасывать эту припухлость уменьшать ушиб отечность вот уменьшать боль при ревматизме ирина николаевна женщина 1 который я дала благословила она все время жаловалась на страшную боль я не могу сказать что у нее она исчезла полностью я могу сказать что ей делали постоянно как это называется когда серию уколов и блокаду и делали блокаду такая боль у нее была страшная я сделала насыщенный такой знаете сильные сильную такую настойку смогла и решила ее благословить ну думаю женщине 70 лет она прошла уже все наверно ну всех врачей и столько пенсии сколько она потратила на свою спину одно лишь место у нее в поясничной области я уже пришла с ней и поговорила я говорю слушайте ну вот все вот так десятилетиями выходили к врачам десятилетиями давайте покажите мне список что вы уже делали в том числе и блокаду все давайте теперь сделаем так вот не поленитесь там возьмите я вас благословляю бесплатно вот это лекарство назовем его лекарство хотя это не лекарство да это настойка наша на божьем вот этом даре и говорю наймите себе девочку вы все равно меньше потратите или попросите дочку чтобы она вам натирала спинку но каждый день вот не пропускайте все три месяца вы знаете я не могу сказать что произошло чудо но в течение через месяц буквально у нее боли в спине уже не так ощутимы были а через три месяца она стала нагинаться разгибаться чего она раньше делать не могла теперь настойка это ею постоянный постоянный как сказать как пить дать это же ведь полезная вещь вот взяли адамово яблоко ну возьмите его еще называют апельсином да все равно что взяли лимон с имбирем медом промазли как мы делаем имбире терапию и не болеем всю зиму и не болеем но но задним но кто регулярно занимается нашей имбире терапии внизу я сделаю ссылочку для тех кто первый раз к нам присоединился не знает о чем речь посмотрите внизу будут пару ссылочек которые вам откроют глаза на многие многие вещи так вот если ирина николаевна с таким вот затянувшийся дорога дорогим лечение многолетним смогла облегчить и ей стало лучше то я делаю выводы что это классная вещь это мощное растение антиоксидантное противоревматическое диабетическое иммунно стимулирующее антиаллергическое сосудоукрепляющее анти даже диабетическое как пишет врач дом колберт и рано заживляющий будьте благословенны вы и ваши близкие и принимайте все что господь бог дает вам а я вас всех люблю пока-пока